Добрый день дорогие зрители канала садовый мир сегодня у нас выпуск из серии огород на подоконнике наша рассада сеянцев подросла и сегодня будем вместе с вами пикировать томаты работы много поэтому продолжим в прямом эфире начала уже рассаживать томатики для этого я беру вот такие емкости объемом пол литра с выдвижным дном посмотрите это очень удобно потом перевалить рассаду в больший объем пока что своих малышей я большим объем не балую потому что так проще контролировать влажность и микроклимат создавать именно для небольшого объема а когда они уже потом нарастят корневую систему перенесем их в больший объем томата у меня от агрофирм партнер антифей и хорошо всем известно уже по ни одному сезону нашего огород на подоконнике это каменный цветок приступаем съемка для пикировки мы с вами определились теперь вопрос во что будем пересаживать я имею ввиду почвогрунт я вот раз буду использовать полностью готовую натуральную почвосмесь от органик микс это грунт для домашнего огорода так как этот сто процент натуральный готовит применим питательный грунт для выращивания томатов перцев баклажанов и других овощных зеленых и ягодных культур как раз то что нам нужно для нашего огородика на подоконнике у меня уже есть открытая пачка поэтому я сейчас делала одно существенное замечание поскольку в проекте огород на подоконнике вы сами знаете сейчас самые неблагоприятные условия для выращивания рассады самый короткий световой день самое скажем так неблагоприятный температурный режим по влажности температуре у нас бывает то слишком жарко то слишком прохладно поэтому я стараюсь свои растения как говорится пропустить через перевалку и предоставить максимально питательный почву грунт и возможно еще придется стимулировать так вот свои томатики обязательно буду стимулировать чтобы они успели мне отдать урожай до рассадного основного периода чтобы как говорится с томатами комнатным не закруглиться и посвятить все силы выращивания рассады для уже открытого и защищенного грунта поэтому вот в такой почву грунт если мы будем использовать стимулятор вот например такой органический биостимулятор аминокислоты витаминный комплекс аминорост мы вам его уже недократно показывали и показывали какую шикарную рассаду томатов перцев баклажанов в том числе в этом сезоне мы вырастет для нашего огорода так вот если вы будете его использовать нужно сделать задел очень хорошего питания в почву грунте чтобы ваше растение уйдя в стремительный рост не голодали сначала мы закладываем богатую базу для того чтобы было что расходовать на рост стремительный клеток тканей и как говорится все наземные корневой части поэтому на каждый литр почвы смеси я буду добавлять вот такое удобрение мы выращивали цветы с ним для цветочных культур и овощных буквально одну чайную ложечку 5 граммов на каждый литр почва грунта вот у меня здесь не вскрытая пачка грунта для огорода а на объем 4 литра и не нужно будет на него добавить 4 чайные ложечки органик микс для овощных культур он обеспечит сбалансированное полноценное развитие питания наших растений вот здесь меня чайная ложка обычная стандартная посмотрите и отмеряем и без горочки вот таким образом чем хорошо это удобрение она очень мелкой фракции гранула очень мелкий и если вдруг у вас не была возможность добавить это все сразу непосредственно в почву грунт вы можете потом необходимое количество по норме расхода на каждое растение в лунку либо в горшочек согласно инструкции производителя добавить сверху немножечко подрыхлить и с поливом растение получит все что необходимо если ваши посадки замульчированы можно носить прямо по мульче мелкой гранула просыпется в прикорневую зону и будет питать ваше растение у меня вот здесь во втором пакете еще литр почвы грунта остался поэтому одну чайную ложечку я добавляю сразу ведерко кстати брать внимание ведерки меня 7 литровый в них потом в дальнейшем я и буду выращивать томаты перцы и огурчики уже это будет последний таро для перевалки я сейчас высыпаю почву грунт из пакета не останется его только перемешать так все остаточки высыпаем и убираем пакет в сторону по составу сейчас беру разум я такой паломничек хочу сразу показать вам почву грунт посмотрите какой он рыхлый воздушный с агроперлитом он будет очень хорошо для наших корешочков у растений потому что корни в нем будет легко разрастаться легко осваивать объем почвы грунта и соответственно легко они будут дышать с на основе торфа этот готовый грунт соответственно он будет легко впитывать влагу и и удерживать тут есть еще и агроперлит который будет как работать как влагу держащий агент мало ли так вот вы не усмотрели немножечко вовремя не полили и соответственно сейчас я перемешаю ложечку удобрения комплексного от organic mix бельгийской серии горшочек вари все комочки сразу же распались все рыхлый получился почву грунт он нейтральный по составу подходит абсолютно для любых овощных культур цветочных декоративных поэтому можно использовать не только для домашнего огорода как для узкой специализации но в том числе и для выращивания рассады я сейчас наполняю свои горшочки у меня внизу вот такой вкладыш для того чтобы потом аккуратненько вот так вот поддеть и вынуть растение с почвы грунтом виде комочка наполняю на 4 5 примерно горшочки грунт в меру влажный он уже готов полностью к применению питательный потому что в нем около 20 процентов именно высококачественного гумуса который позволяет отлично развиваться корневой системе потом дает качественную наземную часть растение более крепкие лучше они противостоят всем стрессом и соответственно развиваются более гармонично получается баланс корневой системы наземной части и соответственно это отличный старт для наших растений немножечко в сторону я наш почвы грунт убираю и приступаем непосредственно пикировки заранее мы наше растение полить для того чтобы удачно их можно было достать без повреждений корневой системы ребята вот смотрите контейнер наш наполнен теперь нужно сделать посадочную лунку вы можете это сделать чайной ложечкой рукой как вам удобнее я просто беру вот такой подручный материал и формирую небольшое углубление под пересады жены мною саженец пока отставляя в сторону наш горшочек и начинаю потихонечку готовить посадочное место дальше у меня вот руках упаковка биокорень это органический укоренитель мы с ним тоже уже всю рассаду в прошлом сезоне переваливали пикировали и помните буквально через несколько дней показывали до и после применения рассада развивать мощную корневую систему соответственно лучше усваивать питание и это благотворно влияет на растение особенно после пересадки перевалки пикировки когда повышенный уровень стресса я на дно посадочной ямки словно присаливая биологический органический полностью укоренитель на нашу как бы на стеночке там где у нас будет размещаться корневая система немножко без фанатизма словно присаливая далеко не убираю теперь беру нашу рассаду вот у меня здесь краешку каменный цветок томатик и аккуратненько вынимаю его из кассеты стараюсь почвенный ком не разрушать но это всегда не бывает не всегда бывает так видите корневая система тоже хорошо развитая однако сейчас для улучшения укоренения нам нужно тоже кто тот почвенный ком вот так вот опудрить биокорнем это спровоцирует рост корневой системы появление дополнительных всасывающих корешочков наши томатики лучше укореняться быстрее тронуться в рост и будут меньше стрессовать после такой процедуры вот со всех сторон не его аккуратненько опудрила а теперь осторожно перекладываю на место ямка у нас уже хорошо разработана останется чуть-чуть краешки подровнять и уплотнить почему заранее пролила грунт у меня полностью готовы и уже хорошо увлажнен плюс почвенный ком у томатика тоже хорошо смущен я единственное сейчас немножечко немножечко полью наш томатик по периметру не поливая на сам саженец а просто вот так вот по периметру того самого почвенного кома вы же помните какой он примерно был по объем если у вас почвенный грунт весь отлетел от корневой системы поливайте ну примерно вот по диаметру самой рассадной емкости поэтому сейчас чуть-чуть проливаем не заливая в идеале должны быть хорошие дренажные отверстия в каждой рассадной емкости здесь благодаря тому что у нас рассадная емкость с перфорации с выдвигающими днем дном излишки влаги обязательно выйдут из горшочка после этого наши растения я оставляю просто при комнатной температуре на столе стараюсь пикировку провести вечернее время для того чтобы расти снизить немножечко стресс ночное время немножечко у меня отойдут и потом я их уже переставлю под фитолампу не забываем что если мы на шоссе не будем стимулировать и использовать вот такой органический аминокислотный витаминный комплекс для гармоничного и более скорого развития наших рассадных саженцев уже в условиях квартиры городской или например когда вы попали в просад и досеиваете доращивать рассаду и нужно ускорить процесс чтобы вовремя собрать урожай то не торопитесь использовать его сразу непосредственно после пересадки растение должно немножечко отойти от стресса 45 дней вполне будет достаточно за это время корневая система нас адаптируется начнет полноценно растение питаться брать все питательные вещества которые есть необходимо уже в готовом почву грунта да еще мы добавили с вами бельгийскую серию и после этого можно делать толчок для роста аминорост можно вносить по листу либо под корень вот для комнатных горшечных культур как у нас сейчас домашний город на подоконнике мы же будем в условиях горшечного варианта их выращивать в контейнерах берем 2 грамма на 1 литр разводим и даем либо в качестве листовой подкормки по листу либо до полного смачивания кому и потом наблюдаем если вы сделаете контрольную группу и для наблюдения вы сразу почувствуете разницу мы прошлом году так и делали часть растений у нас были с применением аминороста и допустим каких дополнительных подкормок а другие просто разлили в питательном почву грунте и разницу мы увидели поэтому в этом году сразу применяем все в комплексе ведь комплексный подход обеспечивает гармоничное развитие растений все нашим красавчикам мы дали все необходимо сейчас остатки томатиков до пикирую и можно будет оставлять их в покое до утра ну а дальше как говорится отчет пошел однократно применяем аминорост ждем две недельки и можно каждые недели проводить вот такую стимуляцию но не забывайте что томаты растут стремительно наращивают корневую систему и очень скоро этот горшочек станет мал тогда проводим пикировку точнее перевалку в больший объем окончательный ставим подпорочку и не забываем грамотно кормить томаты ведь это требовали требовательных питательных питания культуры до цветения у нас должен быть немножечко перекос в азотную составляющую и для развития корневой системы тоже даем всеми макро и микроэлементы кстати в серии бельгийской органик микс есть еще магний очень важный для развития в том числе и томатов поэтому первое время ничего им не потребуется пусть как говорится потихонечку растут на радость нам сейчас мы распикируем остальные культуры и вернемся к ним чуть попозже и покажем вам разницу буквально через недельку полторы мы с вами встретимся в моем же рабочем к бить и посмотрим как томатики у нас будут чувствовать себя после перевалки с полноценным дополнительным питанием и в том числе после применения амино роста пожелаем им удачи всем снова здравствуйте прошло две с половиной недели и нам можно уже проводить первые промежуточные итоги после пикировки наших томатиков для домашнего огорода посмотрите какие красавцы и они существенно отличаются видите они у нас распикированы все в емкости пол-литровый помните пикировали в горшочке черного цвета но объем тот же самый я взяла для контрольной группы специально контейнера именно для того чтобы рассмотреть корневую систему прозрачную емкость и посмотрите два томата одного и того же гибрида распикированные посеянные в один и тот же день в один и тот же почву грунт тоже с добавлением удобрения бельгийская серия применяли мы биокорень для того чтобы повысить успешность укоренения для того чтобы лучше развивалась корневая система снизить стресс от пересадки и посмотрите вот если судить даже по корневой системе видите специально контейнер наклеила кусочек малярного скотча чтобы знать где какой томатик у меня в контрольной группе а какой для сравнения с после применения вот этот вот скажем так пустой без применения амино роста и здесь я посеяла просто распикировала в обычный субстрат питательный но без добавлений удобрения бельгийской серии давайте смотреть на корневую систему да уже появляются корешочки ведь они выходят к поверхности стеночки контейнера кое-где беленькие здоровенькие корешочки проглядывают рост томаты видите как отличается и если мы возьмем томат который распикировать с добавлением удобрения бельгийской серии для овощей применяли то же самый укоренитель биокорень посмотрите на качество корневой системы небо и земля тот же самый возраст те же самые работы в тот же день и существенная разница этот томатик у меня обрабатывался через определенное количество время которое мы с вами оговаривали именно вот этим вот органическим биостимулятором амино рост показывали вам как он разводится как применяется и посмотрите вот стоят рядом два томата и сразу результат налицо вы скажете чтобы делать выводы нужно большие контрольные группы производитель этим и занимается мы в условии городской квартиры в тесненных обстоятельств посмотрите огород на подоконнике у нас уже в объемных емкостях поэтому скажем так вот такие тренировочные томатики они у нас идут в боль в меньшем объем почвы грунта и в меньшем количестве но уже даже вот на двух растениях уже разница она существенно видна давайте мы к этим ребяткам вернемся еще недельки через две с половиной когда они освоят объем почвы грунта пол литра я их перевалю в горшочки побольше но это обычно майонезные ведерки литровые и посмотрим что будет в разнице этот томатик тоже поет в питательной стандартной почвы грунт то есть вот который в пакетах для огородников продаются без применения амино роста и без применения удобрения бельгийской серии а вот этот вот как у нас шел с поддержкой так он дальше и поет и сравним результаты дорогие друзья к нашим томатам мы как и планировали вернулись через две с половиной недели они уже пережили перевалку бережной ведерки объем 1 литр тоже с прозрачной стеночкой чтобы мы с вами сейчас оценили корневую систему томаты супер детерминатного типа низкорослый напомню гибрид каменный цветок у них короткие междоузлия они такие крепенькие коренастенькие но тенденция как и в предыдущем скажем так варианте который мы вам показывали только что сохраняется видите тот томатик который получил удобрение бельгийская серия получил в подмогу корневой системе биокорень и еще одну обработку аминоростом небо и земля все как говорится федот да не тот тоже крепкий тоже красивый придраться в принципе ни к чему если не знать что тот же самый его брат с тем же самым сроком посева с теми же самыми сроками перевалки выглядит гораздо лучше поэтому я считаю что если у вас рассада отстает в развитии когда время поджимает что-то не взошло а вы пересели поэтому не бойтесь использовать весь набор средств которые предлагают нам производители поэтому поддерживать свои растения даже если судить по корневой системе у томатика все хорошо видите разница существенная даже по развитию корневой системы через стеночку это отлично видно кстати эксперимент мы проводили не только на супер-детерминатных томатах 4 томатика у меня было именно детерминатных для выращивания в открытом грунте не высокорослых то есть их можно выращивать под пленочным укрытием под дугами и видите на нашем видео они отличаются от томатов каменный цветок у них и другая форма листовой пластинки междоузли по длине однако тенденция между двумя саженцами она тоже повторяет те же самые каноны что мы вам показали во всех наших промежуточных этапах что я хочу сказать результатом я очень довольна в прошлом сезоне мы тоже вам все это подробно рассказывали показали поэтому делайте и применяйте наш опыт на своей рассаде если она требуется я думаю что рассада не только томатов но и перцев огурцов и других видов декоративных культур будет крепкая красивая с хорошо развиты при него системы и получающие меньше стрессов при наших манипуляциях при перевалке пикировки соответственно чем качественнее рассада тем ярче будут цветы на цветах обильнее растение будут раскрывать свой потенциал и овощные зеленые культуры будут давать более обильный мощный урожай вкусных плодов которые пораду нас уже в самом сезоне мы не прощаемся надолго впереди нас много интересного оставайтесь с нами